сегодня мы выявляем незаконные свалки на территории московской области все что здесь происходит это очевидно совершенно незаконно потому что здесь присутствуют мусоровозки которые не брендированы в отличие от официальных перевозчиков видно что там огромное количество мусора он здесь лежит практически под открытым небом что с ним происходит и куда он дальше девается это большой вопрос наша работа как раз направлен на то чтобы выявлять такие точки вызывать надзорные правоохранительные органы закрывать их и не допустить и не допускать появления вот таких вот незаконных перевалок после длительного ожидания наконец-то мы поймали нарушитель практически с поличным прямо сюда одна за другой заезжает мусоровозки и вот мы видим здесь стоят вот эти вот машины например вот этот машина явно нарушитель почему потому что мусоровозка здесь вот без каких-то наклеек без опознавательных знаков без каких-то там требований которые есть в законе вот он мусоровоз вот если мы заглянем сюда прямо внутрь то мы увидим что вот он тот самый табо тот самый мусор который мы с вами выбрасываем свои помойные ведра каким образом он оказался здесь почему его привезли не на комплекс по переработке отходов а вот на эту закрытую непонятную территорию что с ним дальше будет происходить куда его выгрузят что с ним буду делать и где он в итоге окажется это предмет отдельного разбирательства вот можно увидеть что здесь стоят одна за другой мусоровозки вот это вот синего цвета она приехал сюда в последний момент водитель припарковав машину куда-то естественно убежал потому что не все они ужасно боятся с нами общаться особенно после того как они узнали что сюда сейчас едет полиция очевидно что здесь вот опять же твердые коммунальные отходы потому что по форме кузова и по сетке который накрыт этот мусор становится понятно что это твошка опять ее сюда привезли опять ее здесь выгрузят она здесь будет лежать гнить долгое время под дождем под осадками и что с ней дальше будет происходить это самый главный вопрос сколько она здесь будет находиться их сколько долго она будет отравлять воду и почву солнечногорского района вот посмотрите что из себя представляет территория когда-то здесь видно было какое-то предприятие которое сегодня заброшено и вся территорию условно вот такими кучами мусора вот просто весь периметр территории одна за другой здесь навалены вот эти вот отходы здесь и строительные отходы какой-то битерки кирпич и пластика полиэтилен и твердые бытовые отходы откуда здесь это все взялось кто разрешил сюда это все вести здесь нет ни одного представителя который мог бы показать нам хоть один разрешающий документ никого и ничего все как мыши разбежались а видим руководитель предприятия здесь прямо от нас улетал на машине с открытыми дверями ему еще туда что-то закидывали в этот момент его машину там какие-то вещи рубашки то есть люди точно здесь что-то нарушает и очень боятся нашего появления так а теперь давайте посмотрим морфологический состав этого контейнера то есть вот если смотреть сверху то тут как будто строительные отходы древесины но если мы чуть-чуть вот уберем уберем одну доску сверху то мы видим что здесь отходы жизнедеятельности человека то есть т.к.о. твердый коммунальный тут вот и доширак и молоко и и майонез то есть и запах ужасный исходит из контейнера то есть получается что вот эти вот все контейнеры набиваются на три четвертых тбошкой засыпают строительными отходами и везут и сотрудник полиции сотрудник дорожно-постовой службы не в состоянии проверить мафа морфологический состав этого контейнера и вот так они скрывают эти нерадивы мы переработчики отходов скажем так мы попали в сектор где находятся органические отходы тут очень специфичный запах очень много птиц которые сейчас наблюдают за нашей съемкой то есть вот здесь очень резкий ужасный запах отходов то есть как я понимаю отходы привозят сюда именно твердых коммунат твердые коммунальные здесь их вываливают вот здесь вообще ужасная картина конечно здесь органика с отходами коммунальными полный контейнеры везде здесь полный контейнер мы видим что ребята собирают здесь вытаскивают максимально вторсырье это мы видим вот стекло контейнер стекла насобирали пленку в общем вызвали полицию сейчас приедет полиция будем разбираться определять кто собственник данного участка кто осуществляет вот эту незаконную деятельность сегодняшний наш рейд подходит к завершению конечно мы очень долго ждали сотрудников полиции спустя два часа они приехали от нас приняли заявление объяснения мы сейчас про проедем в участок и получим корешок от заявления сожалению сегодня не приехали сотрудники абэб а для них здесь непаханное поле они могли бы забрать всю технику на штрафстоянку но сотрудники полиции сказали что всю технику от фотографируют зафиксируют все государственные номера передадут материалы руководству и там уже будет принято решение кому передать это в какой отдел но тут явно работа для отдела по борьбе с экономическими преступлениями незаконная предпринимательская деятельность мы будем следить за данной площадкой потому что мы уверены что здесь осуществляется незаконная деятельность и не дадим нарушителям работать но мы 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 и и Продолжение следует...